Меня зовут Ильдар, я вообще занимаюсь на гитаре, занимаюсь, не сказать, что много времени, полтора года. Хочу развиваться дальше, потому что я почувствую, что я как-то немножечко остановился немного в гитарном плане, в развитии. Меня зовут Илья, некоторые называют Ильдар, там в принципе как это, не важно. Вот, ты просто сейчас бы для начала бы показал, что ты умеешь на данный момент по аккордам, по видам игры, то есть какие там бои умеешь играть, вот. А я, соответственно, для себя поставлю, как бы, что тебе на следующие уроки давать. Знаю, сыграй пару разных песен, какие вот, как говорится. Это шестеркой ты играешь, вроде так, на слух, да? Ой, я, честно говоря, не смогу, я не знаю, как именно я играю. А вы из какого города? Волдоград. А, понятно, я из Великого Новгорода. Ну, смотрите, Ильдар, я на гитаре-то я играю долго, уже около 14 лет, но в музыкальную школу не ходила. Ну, самоучка, папа, плюс папа помогал учиться, и плюс от природы был слух, и это обучало задачу, я всегда пела, выступала. Но, так скажу, что у меня уровень игры не супер, там, профессионал, то есть я, фингерстайл, знаете же, такой стиль игры? Да, да, да. Вот, я его только начинаю осваивать, то есть, если, например, уровень игры у вас уже хороший, например, как у меня, да, тогда лучше будет поискать преподавателя, который уже в фингерстайле, ну, плавает, как рыба в воде. Смотрим, какой у вас уровень, то есть, ну, сыграйте что-нибудь. Смотрим, какой у вас уровень. Угу. Угу. Ммм, хорошо. Круто. Друзья, всем привет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Надеюсь, этот ролик вы посмотрите и оцените его по достоинству. Не забывайте подписываться на канал, это самая лучшая мотивация для меня. Уверен, что многие из вас, смотря на то, как другие играют на гитаре, хотели бы попробовать научиться на ней играть. И самый лучший для этого способ – это приложение Timbro. Открываем приложение, и первое, что придется нам сделать, это выбрать уровень игры на гитаре. У Timbro каждый раз выходят новые обновления, поэтому приложение остается актуальным всегда и подойдет как для начинающих гитаристов, так и для продвинутых. В Timbro очень много различных упражнений для изучения аккордов, фингерстайла, соло-партий и так далее. Для примера возьмем упражнение для фингерстайла. Постепенно, начиная от базовых упражнений, постановки пальцев, того, как правильно зажимать лады, вы переходите к более сложным композициям. Приложение можно скачать в Google Play и Apple Store абсолютно бесплатно. Timbro, скачивай и развивайся. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok А? Что-то не так? Нет, все как раз-таки так. Все нормально? Как бы вам сказать. Тут скорее мне надо у вас уроки брать. Так, смотри, у шестерки есть еще вариант с глушением струн. С глушением умеешь играть? Вот так вот. Так, ага, понятно, хорошо. Аж 7 аккорд, знаешь, вот этот вот. Ну, или B7 вот этот, четырьмя пальцами. Так, а эту... На баре освоил уже, нет? Баре, да, чуть-чуть понимаю баре. Знаю вот. Фа мажор. Си мажор. Там, да. Соль, ля. Ля минор. Соль мажор. Септаккорды всякие эти. Ну, чуть-чуть понимаю это, да. Так, тогда у меня вопрос, а чего мы еще не умеем? Я вообще играю, знаете, в таком стиле, что фингерстайл, вообще я в нем как, ну, разучиваюсь. То есть, если слышали Superstition Стиви Вандера. Ну. Так, да. Ну, так, да. Вопрос тогда. Тогда, чему бы хотелся научиться? Просто смотри, как бы, по такому ощущению-то, как бы, что и вряд ли я тебе что-то смогу дать. Если бы ты хотел развиваться вот в этом стиле, фингерстайл, как бы, более какие-то там сложные фишки, то тогда я тебе, наверное, вряд ли помогу. А можете что-нибудь высыграть? Вы, наверное, поете? Да, я больше такое... Да, пою, играю, но не до такой степени я... А можете спеть, можете спеть? Я бокалом просто занималась довольно мало. Дайте мне белые крылья, я добавлю по муте. Все дни провода мне будут олегком не мучиться. Ручкой маленькой обернусь над твоим крошечным домиком. Знаешь, знаешь, и я соскучился. Классно. Нет, это очень классно. А у меня вопрос, а сколько лет вам? Мне 14 лет. А, 14, да? Просто в 14 лет... Я тогда буду на ты, хорошо? А то на вы как-то мне неудобно. А в 14 лет ты ставишь, получается, баре, да? Там на первом лаву у тебя получается... Я с Капада струсь. Ну, с Капада... Ну, по сути, неважно то, что это... Слушай, ну это очень классно, это очень классно. Я больше занимаюсь с детьми. Вот у меня маленькие ученики, 4,5 лет... Ну, максимум 14 так же лет. Ага, 4,5 года, 4,5 года, я говорю. Именно на укулеле, потому что... А, укулеле. Ну, понятно, они гитару в руки-то и не возьмут. Так, сыграть, что я могу, что умею. Да, да, в чем больше всего уверенности есть. И можно камеру чуть пониже, чтобы я руки видел. Музыка. 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 Ага. Так, а есть, может, еще что-нибудь? хочу пожелать и только успеха удачи у тебя большой потенциал на самом деле вероника правильно или маша все-таки вероника это из-за того что постоянно звонят и говорят мария здравствуйте можно вас так ваш родственник попал в аварию переведите нам деньги чтобы знать что звонят совета что как бы это развод потому что вероника здравствуйте уже ничего себе какой хитрый ход я все понял спасибо большое что уделили время было приятно познакомиться было приятно пообщаться эти фингерстайлы по видео разбором смотрели или подбирать часть по видеоразбором часть сам подбирнул в смысле ноты я вижу ноты и их играю вот например позавчера я вот этот а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А если я мизинец добавлю на первую струну третий лад, понятно ли, как он называется? АМ7? Да, АМ7 Септаккор, да? Есть ли что-то пальцевое, какое-то упражнение, типа там, какая-нибудь простая гамма, на которой разминаетесь, может быть, играете в виде там упражнения, какие-то секвенции, какие-то вертучки? Ну, стантам... Есть такое упражнение... Что там, из-за чего из упражнений? Мне вот это вот очень нравится Ну, и обратно то же самое Понял Легато, насколько тоже занимались, если вот просто вот так взять правую руку, что-нибудь там поиграть только, ну, точнее, за счет левой Ага, я понял, да-да-да Ага, я понял И какие-то техники, например, бенды Да-да-да, я понял А сможете что-нибудь сыграть? Да Фингерстайлом, так, у меня что-то есть в пальцах, сейчас вспомню что-нибудь Забыл, сейчас... А, прикольно Ну, и так далее Ага Она не совсем у меня в пальцах У меня в концертной программе, как правило, вокальные песни, что-нибудь сейчас вспомню А, ради бога, спойте, спойте, я же готов Питались will you know my name? will you know my name? If you saw I saw in the phone Would it be all the same? If I saw you in the phone Would you know my name? I must be strong Would you know my name? I'll carry on Cause I know I don't belong Here in heaven Ну и там... Tears in heaven Да-да, всякие, типа... Такие вещи... А, вот это я знаю! Sting, да, Shape of my Heart Что-нибудь в духе... А... Dust and the wind Да!